В Беларуси может ускориться рост инфляции. Причина – увеличение заработных плат и дешёвые кредиты. Эти факторы создают стабильный потребительский спрос. В стране по-прежнему сохраняется ценовое регулирование. Оно ограничивает повышение цен. В последние полгода их удается сдерживать до 5%. В стране намолочено более 9 тонн зерна с учётом рапса. Не отстаёт кукуруза. С полей убрано 82%. Радуют показатели картофеля. Урожай почти 810 тысяч тонн. Догоняется братьев сахарное свёкло. Воловой сбор свыше 3,5 миллионов тонн. Каждый гектар даёт по 472 центнера. В республике стартовала проверка системы реагирования на акты терроризма. Испытания пройдут по 3 ноября. В планах временное ограничение передвижения транспорта на некоторых дорогах, использование имитационных средств поражения в учебных целях, а также движение военной техники и личного состава сил национальной безопасности. В Могилёвской области во время осенних каникул работает свыше 260 лагерей. В планах охватить 8,5 тысяч школьников. Особое внимание будет уделено детям-инвалидам, сиротам из многодетных и малообеспеченных семей. Для разнообразного досуга учащихся создана специальная здоровительно-образовательная программа. В субботу в Бобруйске пройдёт прямая телефонная линия. 4 ноября с 9 до 12 можно задать все интересующие вопросы. На повестке дня – экономика, предпринимательство, заработная плата, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Более подробная информация на сайте Бобруйского горисполкома.